Два неприцельных обстрела близ Шумов и Старогнатовки. Так, незаконное вооруженное формирование отметили 98-й день тишины на Донбассе. Как перемирие изменило будние людей, живущих в непосредственной близости от линии соприкосновения, узнавали наши мариупольские корреспонденты. Вместо выстрелов пения птиц, стрели по утрам для жителей села Чермалык на линии соприкосновения стали символом перемирия. Тихо, спокойно. Нет уже того испуга у детей и взрослых. Нормальная, тихая, спокойная обстановка. Село Чермалык с трех сторон омывает река Кальмиус. Ее ширина менее 300 метров. На другой стороне временно неподконтрольная территория. Там Павлополь, Пищевик, а тут где-то к морю Красноармейское, это уже ДНР. За время боевых действий снарядами противника в селе было повреждено около сотни жилых домов. Сейчас их восстанавливают украинские спасатели. Средства были выделены из областного бюджета. Уже отремонтировали три десятка помещений. Сейчас тихо и прямо аж с удовольствием жить хочется. Радуемся жизни. Вот мне крышу перекрылись. А полтора месяца назад в селе начали ремонтировать детский сад. Местным жителям помогла Международная организация Красного Креста. Скоро ее откроют для более 30 местных деток. Хорошо, когда тихо. Мы все ждем этой тишины, чтобы она установилась навсегда. И чтобы к нам ходили в детский сад не только детки, которые здесь сейчас в селе, а те, которые уехали в город, которые снимают там квартиры. Сейчас селяне занимаются домашним хозяйством. Без страха выходят на улицы пасут скот. А в Кальмиусе разрешили рыбную ловлю. Люди говорят, раньше из-за обстрелов к берегу подойти было невозможно. Очень много рыбаков было из Мариуполя, и не только из Мариуполя. Ловилось очень много рыбы, большая, по 10-15 килограмм рыба. Ездили очень много машин было. Разрешили. Ребята очень радовались, очень довольные. То есть это безопасно сейчас? Ну, сейчас безопасно. Благодаря тишине украинские спасатели отремонтировали жилые дома в Донецкой области, которые расположены всего в километре от позиций незаконных вооруженных формирований. Мы впервые с 2014 года смогли зайти в такое селище, как Водяне, которое находится рядом с Мариуполя. Там проживает 6 человек, и мы провели соответствующие работы в связи с их жилой. Это впервые мы смогли такие работы провести, именно благодаря режиму тиши. За три месяца в Донецкой области спасатели восстановили почти тысячу домов в 35 населенных пунктах. Борис Яковенко, Надежда Сухорукова, Донецкая область, Твой дом.